Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы дождались торговой сессии среды. Изначально знали, что первые стоящие макроэкономические отчеты как раз выпадут на эту торговую сессию. Сегодня совсем скоро, кстати, выйдут данные по инфляции в Англии в 6.00 по GMT. Будем анализировать основной индекс потребительских цен, промышленную инфляцию, базовое значение индекса потребительских цен, потому что это очень важно, поскольку уже завтра британский регулятор проведет заседание. От сегодняшнего релиза по инфляции напрямую зависит жесткость завтрашней риторики руководства британского регулятора, Банк Англии. И много раз я уже говорил, друзья, что в свете вообще последних обстоятельств, таких фундаментальных и статистических, Банк Англии может пойти очень далеко в плане роста процентных ставок. И если сделать отсылку снова на прогноз Бомберг, на пике процентная ставка в Англии может составить 6%, что, как вы наверняка все прекрасно знаете, выше, чем ставка во всех других регуляторов. Поэтому потенциально у британской валюты сегодня может сложиться очень хороший день, который также потенциально при определенном развитии событий создаст условия для движения пары фунт-доллар к уровням, которые обозначались ранее. Это отметка 1.28, 1.29 и наша долгосрочная цель 1.30. Помимо этого, сегодня первый день выступления Паула в Конгрессе перед Палатой представителей с полугодовым докладом. Это, по сути, если вспомнить, опять же, на реакцию рынка на аналогичные события в прошлые периоды, например, год назад, тогда доллар показал значительное снижение, потому что были первые признаки, намеки на то, что жесткая монетарная политика американского регулятора не может быть бесконечно жесткой. И сейчас мы знаем, что ФРС, в принципе, уже сделал более серьезный шаг в сторону грядущего смягчения монетарной политики, поскольку сохранил статус-кво и не стал менять процентную ставку на прошлом заседании. И, соответственно, сегодняшнее выступление Паула, которое будет в том или ином формате касаться напрямую, возможно, даже действий Федрезерва на последующих заседаниях, это событие может также стать причиной повышенной влатильности серьезного движения по доллару. И под конец торговой сессии нас ожидает еще выступление представителей Федрезерва Кока, Джефферсона, Гулсби и Лоретты Мейстер. Это для того, чтобы у нас сформировалась еще более четкая картина предстоящих действий американского регулятора касательно процентной ставки. Давайте начнем с индекса доллара. Текущие котировки 102.14. Можем сказать, что американская валюта продолжает консолидироваться в районе 102 пунктов. Как я уже отметил, очень многое будет зависеть сегодня от выступления Паула в Конгрессе. Я полагаю, что он будет придерживаться прежних посылов и прежнего послания, которое нам уже знакомо по его пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе. Точная диаграмма, кстати, сейчас показывает, что есть ожидание, что американский регулятор до конца этого года еще дважды повысит ключевую процентную ставку. Но тут же стоит сделать ремарку, что рынок, судя по всему, не согласен с данными этой точечной диаграммы, потому что инструмент FedWatch, всем известный, мы постоянно говорим о тех данных, которые он нам подсвечивает, показывает, что вероятность повышения процентной ставки довольно высока в июле, даже выше 70%, если быть совсем точным. При такой вероятности есть действительно возможность, что ставка сделает еще один шаг вверх на 25 байсных пунктов. Однако вот если мы будем анализировать вероятность повышения ставки в сентябре, то там она уже составляет 12,3%. При такой вероятности, конечно же, ставку повышать не будут. И интересный нюанс заключается в том, что если вероятность повышения процентной ставки оценивается в 12,3%, то вероятность ее снижения в сентябре даже выше. Но из-за того, что показатели крайне ничтожны, я думаю, что ни того, ни другого не произойдет. Ставка останется ровно на том уровне, на котором она будет на момент сентябрьского заседания. Я думаю, что Паул не будет настаивать на необходимости какого-то сверхагрессивного дальнейшего ужесточения монетарной политики, потому что есть серьезный контраргумент, контраргумент, который как раз и позволяет сейчас продавцам настаивать на том, что довольна уже с жесткой монетарной политикой. Это процесс дезинфляции в экономике, который начался, и мы знаем, что инфляция уже в районе 4%. И я думаю, что это не предел по тем минимальным уровням, которые можно достичь при текущей процентной ставке в 5,25%. То есть дальше инфляция будет снижаться даже при том уровне ключевой ставки, который мы видим сейчас. Отсюда, опять же, я лишь повторяю свою рекомендацию, что считаю, что американская валюта останется под давлением, и индекс доллара будет торговаться впоследствии все ниже и ниже. Европейская валюта 1.09.14. Особо ситуация не изменилась. В принципе, те же самые уровни, к которым мы подошли еще в конце прошлой недели. Главный настрой быков сейчас в отношении евро обусловлен ожиданиями дальнейшего ужесточения политики в еврозоне. ЕЦБ повысил ставку на 25 басинных пунктов до 4%. Мы теперь ждем июльское заседание. Ставку тоже повысить в августе заседание ЕЦБ не будет. Поэтому в сентябре вероятность повышения процентной ставки тоже крайне высока. Поэтому я считаю, что можно говорить о том, что уже вопрос решен с тем, что ставка за июль и сентябрь будет разогнана еще на 50 басинных пунктов до 4,5%. И прошлые комментарии, вчера мы делали отсылку на них. Это Филипп Лейн и Изабель Шнабель. Они лишь поддерживают идею и риторику Кристин Лагард, которая, в принципе, и анонсировала неизбежность вот этих изменений из-за того, что инфляция остается высокой. Напомню, что во время пресс-конференции, когда были опубликованы справедливые заявления, ЕЦБ пересмотрел прогноз по инфляции в евро-зоне с 5,3% до 5,4%. То есть мы видим, что инфляция, в принципе, в три раза даже практически превышает целевой ориентир. Поэтому нет никаких претензий к тому, что ЕЦБ должен действовать сейчас активнее с ростом процентной ставки. По британской валюте уже было сказано много, что сегодня мы ждем отчет по инфляции. По прогнозам, основной из потребительских цен снизится с 8,7% до 8,4%. Я думаю, что фактическое снижение будет скромнее, до 8,5%. Базовая инфляция останется, скорее всего, на прежнем уровне 6,8%. И с инфляцией, которая будет по-прежнему превышать 8%, мы подойдем непосредственно к завтрашнему заседанию британского регулятора, в ходе которого я ожидаю повышения ставки на 50 базисных фунтов. Я предлагаю на завтрашнем брифинге как раз поговорить о последствиях дальнейшего ужесточения британской монетарной политики, оценить риски рецессии, которые могут замаячить перед Англией. И в конечном счете еще раз прийти к выводу, что же все-таки сейчас более приоритетным является для Банка Англии. Думать о последствиях какого-то грядущего серьезного экономического спада, либо попробовать решить источник всех этих бед и проблем. Это проблема высокой инфляции. Каким образом, вы наверняка знаете. По другим активам. Доллар иена 141.63. Друзья, я рекомендую смотреть уже на возможность роста этой валютной пары до 145 иен за доллар. Откуда с большой долей вероятности Банк Японии может снова проявить активность с проведением валютных интервенций. Это так, сделка, которую я вам подсвечиваю сейчас. Мы позже будем к ней возвращаться все чаще, потому что, на мой взгляд, долгосрочно на 3-4 квартал пара доллар-иена может нести очень хороший потенциал по извлечению прибыли. Золото 1932 доллара за тройскую унцию. Очень, опять же, интересная вчерашняя динамика распродажи. По сути, мы уперлись снова в уровень поддержки, который держится с конца мая. Я напоминаю, друзья, что, на мой взгляд, покупки золота примерно с уровня 1930 на долгосрок это очень хорошая сделка. Новостной фон пока не меняется. Честно говоря, каких-то предпосылок для вчерашних агрессивных распродаж их как таковых не было. Рынок нефти без изменений 76.14 ждем уже 78.80 долларов за баррель. При развитии того роста, который продолжается с конца прошлой недели, эта цель может быть сделана уже в самое короткое время. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.